Привет всем любителям фидерной ловли. Сегодня мы приехали на грибной канал в Тернополь, где будет проходить второй этап чемпионата Украины по фидеру. Специально под этот турнир я приобрел новый лайт. Шамановский это Шамана Firewood. Модель, которая вышла на смену Шаману Антарес легендарному. Сейчас я его сегодня первый раз буду ловить. Единственное, я его уже смотрел, максимум что было. Сейчас я его покажу поближе и попробую не побросать, половить или прощупать, что же это за удилка. Идет он в таком чехольчике стандартном для Шамана. Единственное, что чехольчик такой необычный, так как это качественная ткань. Все три секции находятся в каждом отдельном карманчике своем. Вот. И плюс карманчик для тубуса с квивертипами. Сейчас посмотрим. Значит комплект вершинок стандартный для лайта. В общем-то 0,5, 1 и 1,5 ОЗа. Вот. Единственное, что не очень обычно 1,5 ОЗовая вершинка идет с крупными кольцами. То есть это не самые большие кольца, это средние кольца, но если учесть, что на более мягких вершинках идут маленькие колечки, то, в общем-то, это как бы, наверное, первый лайт, у которого такая комплектация. Так, сейчас для тестирования поставлю среднюю вершинку, единичку. Лайтик идет в стандартной длине, то есть для Shimano это 11 футов. Вот. Длина 3,35 с тестом до 50 грамм. Тоже, в принципе, стандартный тест. Естественно, как все фидер шмана, по идее, этот лайт должен иметь неслабый запас прочности. Ну, в принципе, сегодня посмотрим. Такой необычный дизайн. Fireblood это кровь огня. Если переводить как бы так точно. Стоит фурнитура Fuji. Колечки Fuji Hard Light. То есть, в принципе, ну, такая достаточно дорогая качественная фурнитурка. Дизайн такой необычный, но, в общем, мне нравится. Такой очень приятный. Строй где-то какой-то средний, прогрессивный, наверное. Ну, сказать сложно, потому что огнется вроде как от рукоятки, соответственно, на вываживание крупной рыбы будет прогибаться весь бланк. На забросе, скорее всего, в пределах теста будет работать где-то до средины. Ну, сейчас посмотрим. Здесь вот тоже Fasselwood. То есть, типа ископаемое дерево, каменное дерево. Такое же, как стояло на Антаресе. Ну, единственное, там оно было такое вишневого цвета, а здесь черное. Вообще, очень-очень такой, очень интересный, прикольный лайтик. Мне он нравится больше, чем те, которые есть у меня в арсенале. Сейчас попробуем. Итак, я поставил на это удилище катушку в размере 4000, это Shimano Aspire. И шнур с онлайн-кастейвой 12 либра. Вот, повесил грузик 40 грамм. Сейчас попробую запульнуть его подальше. Ну, не знаю, я думаю, что именно с этим грузиком как раз будет максимальная дальность. Лайтик не та палка, на которую, в принципе, нужно рассчитывать на дальние забросы. Ну, в общем, для общего развития, чтобы знать, насколько она может забросить, загали, сейчас посмотрим. Сейчас груз упадет на дно, я выберу слабину, где-то так. Считаем. Считаем. 111 оборотов. Ну, в общем-то, очень не слабо. Ну, это грузик, это, в принципе, не очень объективный вариант, потому что ловить на такой дистанции все равно никто не будет. Вот, ну, сейчас попробуем, к примеру, как вариант взять Престонскую пулю весом 30 грамм. Сейчас я ее взвешу ради интереса с кормом, сколько получится общий вес и посмотрим, на какой дистанции реально можно ловить. Общий вес 60 грамм. В общем-то, это небольшой перегруз, но я думаю, что перегруз не критичный. Это удилище спокойно забросит такой вес. Так, силовой заброс. Так, на вскидку оборотов 90 сейчас посчитать. Если вымотую слабину, в принципе, можно считать. 98 оборотов. Ну, то есть, ловить на 90 оборотов вполне реально, даже лайтом. Вот. То есть, 30 грамм пулька с кормом общим весом 60. В принципе, ну, такой, вполне рабочий инструмент даже для дальней дистанции. При ловле аккуратной нежной рыбы, некрупной, на небольшой глубине, в общем-то. Хотя на таких дистанциях я применяю, конечно, медиум. Но, в общем, лайт тоже спокойно с этим справится. Теперь попробуем забросить что-нибудь потяжелее. Сейчас я поставлю кормушку Feeder Sport. Средняя сеточка, 56 грамм собственным весом. С кормом она будет весить 75, наверное. Сейчас посмотрим. Может быть, под 80. Даже 90. 90 грамм она. То есть, корм она вмещает где-то 35-40 грамм. То есть, общий вес 90 грамм. Ну, это уже практически предел для лайта. Сейчас посмотрим, на какую дистанцию я смогу забросить этот вес. Итак, лайт с тестом 50 грамм. Забрасываем 90. Выбираем слабину, а ее практически нет. Я ее уже выбрал. Где-то здесь. Считаем. 80 оборотов. Для веса 90 грамм это, конечно, более чем достаточно. То есть, в принципе, лайт имеет приличный запас прочности. В принципе, как и все фидеры Шимана. Вот. Очень нравится. Сейчас попробую ним половить. Ну, а пока-пока. Тренировка подходит к концу. Удилища разловил. Поймал, ну так, с десяток, наверное, платвиц. И всем хороших подлещиков таких. 400-500 грамм. Классный подлещик. Удочка. Просто, просто сказка. У меня нет слов. Я в восторге. Вот. Сейчас, может быть, произойдет еще одна поклевка, и я покажу, как, если это будет клещик, покажу, как она внется на вываживание, как отрабатывает все рывки. Клюнул очередной лещик, сейчас я его буду брать. Небольшой, поменьше, 350-400 грамм. Вот такой лещик прикольный. Да, грамм чуть больше 300. Небольшой. Это, наверное, самый маленький за сегодня. Снежил помощь. На очередь. Élenseевры, знакомый. Всех слепен. Всёます. «А я одну браву», «Браву», моя... fireblood песня